Феномен детей, которые поют взрослым голосом. Приветствуем вас, зрители и дорогие наши подписчики. С вами Азбука Вокала и ваш канал Интересная Инфо. Время от времени на различных шоу появляются дети возраста 9 и 10 лет, которые поют не традиционным тонким дискантом, а почти полноценным взрослым голосом. В их голосе отчетливо слышно звучание грудного резонатора, которого по природе быть не должно, до середины периода полового созревания, то есть лет до 13-14. Откуда же тогда берется такой голос? Послушайте, например, вот этих юных певиц. Время от времени на различные шоу появляются дети возраста 9 и 10 лет, которые поют не так. Такое исполнение у маленьких детей всегда производит ощущение чуда. СМИ называют их сенсацией. Голос кажется слишком большим, слишком мощным при тоненьком и хрупком телосложении девочек. Припоминаю, что подобную историю про себя рассказывала Галина Вишневская в своих мемуарах. Она начинала ребенком подпевать операм на пластинках и звучала, как будто поет взрослая певица. И итальянская оперная звезда Магда Оливера тоже рассказывала, что ребенком пряталась за занавеску и пела. А гости думали, что поет взрослая женщина. У Галины Вишневской впоследствии определили редкую особенность – природную постановку голоса. Это когда без какого-либо обучения певица поет правильно по оперной технике. И этим можно было бы все объяснить, но Магда Оливера при таких же исходных данных пела неправильно. Ей все педагоги говорили, что она никогда не станет певицей, пока за нее не взялся талантливый педагог, который долго вставил и шлифовал ее голос. И в итоге она стала одной из оперных легенд 20 века. Я думаю, такой мощный голос у девочек можно объяснить особенностями гормонального характера. То есть у них в более раннем по сравнению со сверстниками возрасте начинают вырабатываться гормоны, которые у других детей вырабатываются позже и меняют голос. Внешне этого раннего созревания может быть и не видно, сущие дети, но их голос уже под воздействием гормонов изменился, и это дает такой необыкновенный эффект. Особенно в сочетании с природной музыкальностью и хорошо развитым голосовым аппаратом у ребенка. Родителям и педагогам выработку такого мощного голоса ни в коем случае нельзя форсировать искусственно. Если есть объем и мощность не по возрасту, окей. Работаем с тем, что есть. Но если в 11, 12, 13 лет голос еще тонкий, детский, то нельзя его перегружать. Наоборот, надо обращаться с ним предельно осторожно, голос стадии быстрого роста крайне уязвим. А как вам такие оперные дети? Какие еще примеры можете вспомнить? Пишите в комментариях, звучите и будьте счастливы. Не прощаемся.